В Твери продолжаются работы по благоустройству в преддверии 9 мая. На финальной стадии ремонт в парке Победы, ведется украшение улично-дорожной сети, завершается ремонт мемориалов и братских захоронений. Подробнее о работах расскажем далее. Несмотря на то, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса Парад Победы и все праздничные акции перенесли, город продолжает принаряжать к одному из главных праздников нашей страны. Когда доступ в парки и скверы снова будет открыт, они встретят горожан обновленными. Сейчас сотрудники МБУ «Зеленстрой» наносят побелку на деревья, красят лавки и урны, приводят клумбы в порядок. Тюльпаны зацветут как раз к 9 мая. Подсадили новые деревья на улице Советской. Это было высажено 11 либ. Будет высаживаться ясень на аллее Славы в Мамулино. Озеленения у нас будут кое-что интересное новое. Все высадки по озеленению начнутся где-то после 10-15 мая. Практически завершились работы в парке Победы. Здесь устроили дорожки из брусчатки вдоль образцов военной техники. Провели ремонт входной группы и пантеона памяти. Покрасили скульптуру «Три звезды». И в этом году в Твери откроется на один фонтан больше. Мы произвели в первую очередь подготовительных работ к организации фонтана. Сделали центральное кольцо. Его, в принципе, к 9 мая мы планируем уже запустить. И в дальнейшем будем развивать фонтан и настраивать его уже в больших объемах. Во всех районах города ведутся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориальных комплексов. В том числе был произведен продув конструкции «Вечного огня». И теперь он стал заметно выше. Здесь же отремонтировали ступени, заменили некоторые плиты. На уличной дорожной сети красятся бордюры, красятся опоры освещения, моются светильники, наносится новая разметка. На Тверском проспекте будут размещены новые светодиодные конструкции. На проспекте Победы будут такие же немножко видоизмененные светодиодные конструкции размещены. Несмотря на то, что массовые мероприятия перенесут, непосредственно в День Победы пройдут различные акции, в которых можно будет принять участие дистанционно. Подробная информация о них будет опубликована на официальных страницах администрации Твери и в социальных сетях и на сайте tvr.ru. Продолжение следует...